Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуса. Стагирию Подвижнику. Слово третье. Продолжение. Когда наконец Моисей вышел из Египта вместе с уйдениями, стал уже надеяться на освобождение, то не успел еще вполне отдохнуть, как объял его прежний или даже гораздо больший страх. И прошло трех дней, как израильтяне увидели перед собой варваров вооруженными, испытали то же, что испытывают какие-нибудь беглые рабы, когда на чужбине внезапно кажутся пред глазами своей Господь. Или что испытали бы сами они, если бы случилось и им в приятном сновидении увидеть себя на свободе, а пробудившиеся опять оказаться в Египте и в тех же самых бедствиях. Впрочем, я не знаю, что можно назвать сновидением их три или дня свободы, или представившиеся им теперь страшное и ужасное зрелище. Такая мгла уныние покрыла взоры всех их, а Моисей объятый был еще большим мраком. Он боялся не египтян только, как прочие израильтяне, но и последних вместе с первыми. Те и другие теперь смотрели на Него, как на обманщика и обольстителя, одни с насмешками и готовностью сделать нападение, а другие с ослаблением и печалью. Впрочем, для чего по догадкам судить об унынии этого мужа, когда скорбь его можно вполне понять из слов не сшедших свыше, когда он молчал и не дерзал даже отверстия уста, когда Бог говорит ему, что вопиешь ко мне, исхода 14-15, одним этим словом, объясняя нам смущение души его. Когда прошел и этот страх, тогда опять поднялись еще большие беды, предводимые Моисеем и получившие через него множество благ, продолжение всего пути, поступали с ним хуже египтян и фараона. Во-первых, они поступали с великой дерзостью, требуя от него мяса египетского, не благодарили за настоящее, но хотели прежнего. Это было всего тяжелее. Потерпел ли бы он более неприятности, если бы поручено было ему начальство над бес, беснующимися и сумасшедшими. Однако все это блаженный перенес мужественно, и если бы он не питал к ним любви, то это горе было бы сносно, и ему предстояло бы сетовать только о своем собственном положении. Но так как он любил их больше, чем родители, то с самой заботливостью о них имел другой повод скорби, об их разращении нечестии. Не так огорчало его то, что его оскорбляют, как то, что они оскорбители. Преступно и то, что они были неблагодарны прежде не с посылания чудесной пищи, но они и среди чудес оказывали свою нечесть и беззаконие, жадность при собирании пищи, и пройдя немного вперед, опять роптали, опять выражали недовольство благодеяниями Божьими. И при каждом таком случае блаженный сокрушался и скорбел более самих грешивших. Так, как, так, так, когда они сделали тельца, то сами они играли и веселились. А Моисей сетовал, оскорбил на себя самого, призывал страшное проклятие, и однако ничто не могло заставить его подавить себе сострадание к ним. И так видя, что столь любимые им постоянно поступают хуже и хуже. Какой он был горести, какими обливался слезами. Если иной имя одного сына не мог бы жить, узнав, что сын его предался пороком, хотя бы сам был порочнее всех, то Моисей, который столько тысяч людей считал своими детьми, или лучше сказать, любил их больше, чем детей, ибо никакой отец не пожелал бы подобно ему погибнуть вместе с сыном, не сделав сам никакого греха. Который имя столько детей, и притом ненавидел зло и любил добро, сколько думаешь, страдал он, видя, что все они, как бы согласившись, устремились в пропасть порока. Если бы мгла такой печали крайне не омрачила его и не потрясла до самой глубины души, то, конечно, он не бросил бы скрижали из рук и не разбил бы их, хотя он скоро исправил это несчастье. Но что, скажи, сделал он для этого? Самый способ врачевания, хотя и помог делу, однако был исполнил многих слез. И не бывало такого каменного человека, который нисколько не страдал бы при виде, как его братья и сродники побивали друг друга, подвергнув этому прискорбному избиению до трех тысяч человек. Исхода 32-28. И мы, когда застаем детей своих за каким-нибудь худым делом, конечно, наказываем и сечем их, мы делаем это не без сожалений, а напротив скорбим не меньше самих терпящих наказания. Аминь. Продолжение следует.